Добрый день, с вами Светлана Розель и прогноз по валютам от MyFinBuy. Сегодня поговорим о том, почему доллар и евро обновили годовые минимумы, белорусский рубль растет ко всем валютам, а также что будет с курсами валют на ближайшей неделе. Специально для MyFinBuy об этом рассказал старший аналитик компании Alpari Евразия Вадим Иосуб. Добрый день, если говорить о событиях прошедшей недели на внешних валютных рынках, то можно отметить снижение евро и рост российского рубля. Пара евро доллар снизилось с 1,1590 до 1,1550 или на 0,4%. К российскому рублю упали обе основные мировые валюты. Доллар подешевел с 72,8 до 72 ровно или на 1,1%. Евро подешевел с 84,4 до 83,1% или на 1,5%. Снижение евро обусловлено тем, что в мире ожидают сворачивания мягкой монетарной политики ФРС США. Что касается российского рубля, то его росту способствует рост нефтяных котировок. Последние дни нефть марки Brent колеблется между уровнями 82 и 83 долларов за баррель, что соответствует максимумам за три года. Что касается белорусского рубля, то он укрепился ко всем иностранным валютам, включая заметно подросший российский рубль. За неделю доллар снизился к белорусскому рублю на 1,49%, евро снизился на 1,85%, а российский рубль подешевел на 0,35%. После двух недель роста валютная корзина снизилась сразу на 0,99%. Кстати говоря, это максимальное снижение корзины за неделю с середины июля. При этом к концу недели и доллар, и евро, и валютная корзина обновили минимумы с начала года. На неделе стала известна статистика по покупке продажи валюты на белорусской валютно-фондовой бирже. Из этой статистики видно, что основным игроком на рынке сейчас является население, и население является чистым продавцом валюты. Это происходит три месяца подряд и в июле, и в августе, и в сентябре. Причем каждый месяц чистые продажи валюты населением увеличивались в два раза. Можно предположить, что наверняка и сейчас население продает валюту. Связано это с снижением реальных доходов населения. Когда доходы падают, снижать уровень потребления не хочется. Та часть населения, у которого есть валютные заначки, лезут в эти заначки и продают валюты. Но учитывая масштаб снижения на прошедшей неделе, можно предположить, что тут к населению присоединились и предприятия. Тут от месяца к месяцу ситуация меняется. Иногда предприятия на чистой основе валюту продают, иногда ее покупают. Но сейчас видно, что иностранную валюту продавливают и предприятия, и население совместными усилиями. Можно ожидать, что и на начавшейся неделе все эти факторы сохранятся, и валюта продолжит дешеветь. В этом случае доллар может снизиться до оценки 2,44, евро может снизиться до 2,81, а российский рубль имеет шансы подешеветь до 3,43 за 100 российских. Субтитры создавал DimaTorzok